МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крайний север. Суровый край, где полярную ночь сменяет полярный день. Зимой здесь экстремально низкие температуры. В феврале доходят до минус 63 градусов. Но именно здесь, на крайнем севере, в недрах земли скрыты колоссальные запасы природного газа. Именно отсюда голубое топливо идет в европейскую часть нашей страны и в страны Европейского Союза. Мы находимся на месторождении Заполярное. Его общие запасы газа составляют более 3,5 триллионов кубометров. Олег Хасанов работает на месторождении больше 15 лет. Рассказывает, что первый газовый промысел на Заполярном, на тот момент самый крупный в мире, был торжественно введен в эксплуатацию в 2001 году. Показывает, и памятная запись в гостевой книге есть. Тогда на торжественной церемонии присутствовал президент России. В 2011 и 2012 годах были запущены Волонжинские газовые промыслы. Первый газовый промысел 2В. В конце 2012 года, в октябре, газовый промысел 1В. И месторождение фактически было выведено на проектную мощность по добыче газа в 130 миллиардов кубических метров газа. Я докладывал председателю правительства о готовности промысла, о готовности всех систем, получил добро на пуск. Размер месторождения 50 километров в длину и 30 в ширину. И при этом оно считается компактным, так как гигантские запасы углеводородов сосредоточены в относительно небольшом объеме горных пород. Это позволяет вести его разработку всего пятью установками комплексной подготовки газа. Добыча на Заполярном месторождении сегодня ведется из двух пластов – Синаманского и Волонжинского. Наш синаманский пласт – это мощнейший суперколлектор мощностью более 100 метров с уникальными, прекрасными фильтрационно-инкосными свойствами. Это позволило нам строить высокодебетные, эффективные скважины. В настоящее время у нас их 488. Все они в работе, за это время не потребовали никакого капитального ремонта. Интересная особенность Заполярного – оно на языке специалистов – месторождение-регулятор. То есть объемы суточной добычи газа здесь можно регулировать в зависимости от спроса потребителей. В пиковые месяцы потребления добыча может быть в несколько раз больше, а в какие-то месяцы ее наоборот нужно немного снизить, чтобы дать возможность работать другим месторождениям, не меняя своей производительности. Разработка Заполярного месторождения ведется уже больше 17 лет. Скважины здесь самые разные. Вертикальные, наклонно направленные. Добыча газа ведется с глубины больше километра. За время разработки давление в нефтегазоносном пласте снизилось, поэтому пришло время механизированной эксплуатации. Это значит, что естественного давления газа уже недостаточно для его поступления на узел комплексной подготовки и очистки. Нужна дожимная компрессорная станция. Это крупный, дорогостоящий, технологически сложный объект. Надо было построить очень быстро и в сложных климатических условиях. Именно на таком типовом инвестиционном проекте «Газпрома» было и целесообразно применить все наши наработки. Строительство дожимной компрессорной станции мощностью 128 мегаватт на третьей установке комплексной подготовки газа заполярного месторождения началось в 2016 году. На этом объекте «Газпром», используя весь накопленный опыт по сокращению затрат, впервые применил метод так называемого проектного управления строительством. Для этого был создан проектный офис, который взял на себя все функции и заказчика, и застройщика. Хотя его штат был очень маленьким, всего 16 человек, а цели – амбициозные. В самом начале реализации проекта проектным офисом был сделан упор на подготовку производства, планирование, и нам, в принципе, в самом начале уже было важно выбрать наиболее точный, верный вектор наших действий, чтобы обеспечить успешную реализацию всех поставленных целей. А цели были поставлены – это строить, в общем-то, быстрее, без снижения качества, со снижением постоянных затрат. Здесь, в Москве, у нас работало 8 человек, и еще 8 человек у нас работало непосредственно на площадке строительства. Мы выезжали, делали обходы постройки, выясняли там проблемные моменты, после этого у нас было обсуждение уже непосредственно в штабе строительства, и принимались соответствующие корректирующие решения. Как показывает практика, что без вот таких вот выездов, как бы часто ты не смотрел по телевизору или не слушал по телефону, должного эффекта добиться невозможно. Московский проектный офис тем временем не только принимал участие в решении важных вопросов и следил за строительством по видеосвязи в режиме онлайн, но и параллельно выстраивал 3D-модель доживной станции, тоже в режиме реального времени. Технология сама по себе не новая, но впервые была применена в управлении. В ходе строительства применялось информационное моделирование здания. Компьютерная 3D-модель была синхронизирована с графиком строительства. В итоге наглядное графическое изображение помогало в управлении проектом. И в проектном офисе получали достоверные отчеты и управляли строительством эффективно. Главная сложность строительства за полярным кругом очень короткое лето. Всего за два месяца необходимо было выполнить очень сложную задачу. Построить технологические эстакады, а это более 900 километров только кабельных линий, а также провести гидравлические испытания трубопроводов. Но после того, как все построили, нужно же провести испытания? Да. Мы проводили после окончания монтажных работ оборудования технологических трубопроводов гидроиспытания. Необходимый объем воды для проведения 12 тысяч кубов. Для примера, этот же объем может поместиться в 1210 кубовых автоцистерн. Несмотря на все трудности и особые погодные условия Крайнего Севера, станцию построили и ввели в эксплуатацию в рекордно короткие сроки и с серьезной экономией бюджета. В таких проектах обычно сложно уложиться в стоимость, утвержденную в проектной документации, что мы наблюдали в предыдущие годы. Нам же на этом проекте удалось еще и снизить затраты на 18% от данного показателя. «Газпром» сэкономил почти 3 миллиарда рублей. Это было достигнуто за счет снижения непроизводительного времени с обычных 20-25% до 5%. Применение лучших с точки зрения цены-качества, материалов и оборудования, приобретенных без посредников, а также уменьшение управленческих расходов заказчика практически на 42%. Обычно на строительство подобного объекта уходит 2,5 года, но заполярную дожимную компрессорную станцию построили всего за 1,5%. Газоперекачивающий агрегат – основное оборудование станции. Состоит из нагнетателя, который компримирует газ, и газотурбинные установки. Сделана она, кстати, на базе авиационного двигателя, такого же, как на Ил-96-300 и Ту-204. Установить такое оборудование непросто. Здесь есть даже рельсы. С их помощью оборудование буквально закатывали к месту установки, и они же будут использоваться для технического обслуживания. Благодаря мощным газоперекачивающим агрегатам дожимная компрессорная станция способна повышать давление газа в 1,7 раза. Эти агрегаты, как и другую технику, делали специально для заполярной дожимной компрессорной станции и адаптировали для условий Крайнего Севера. Работа с производителями оборудования в процессе изготовления, приемки оборудования на заводах-изготовителях. Поэтому здесь стоит оборудование, в котором учтены все самые последние современные требования по его энергетической эффективности, экологической безопасности. Инженеры заводов-изготовителей присутствовали и при испытаниях. Ведь запуск агрегатов – сложный и один из самых важных процессов. Для пуска этих агрегатов необходимо было осуществить индивидуальные испытания порядка 27 систем. Вот только потом уже переходить к комплексному опробованию и пуску ГПА. Для этого на объекте строительства были задействованы, помимо пусконаладчиков, постнадочной организации, представители порядка шести шеф-инженеров заводов-изготовителей. И это позволило нам запустить все шесть газоперекачивающих агрегатов в срок. Это очень мощный технологический комплекс – компрессорный цех с шестью газоперекачивающими агрегатами по 16 мегаватт каждой. Установки охлаждения, подготовки газа, цех, очистки, а также производственный эксплуатационный блок, здание переключающие арматуры и вспомогательное сооружение. Располагается все это на огромной территории – 145 тысяч квадратных метров. Дожимная компрессорная станция обеспечивает отбор газа из скважины и его предварительную очистку от механических примесей и влаги. Затем она компримирует, то есть сжимает газ и отправляет его на так называемый газовый промысел, где происходит уже его окончательная очистка и осушка и подача потребителю в газопровод. Станция работает в любую погоду. Лют и морозы – не помеха ни оборудованию, ни людям. При первом взгляде кажется, что на станции никого нет вовсе и вообще все остановилось. Но если прислушаться и подойти поближе к газоперекачивающим агрегатам, можно услышать гул. И чем ближе, тем громче. Все-таки работают авиационные двигатели. Когда на Россию, на Европу надвигаются лютые морозы, потребление газа увеличивается в разы. Соответственно, и дожимная компрессорная станция работает в режиме максимальной производительности, чтобы обеспечить потребителей голубым топливом в необходимом количестве. Ввод в эксплуатацию первой дожимной компрессорной станции на заполярном месторождении позволил увеличить объем добычи и подготовки газа к транспортировке на 35 миллионов кубометров в сутки. До 105 миллионов. Наверное, эта цифра сложно представляется, поэтому я скажу, что это сравнимо, сопоставимо с потреблением, с зимним потреблением газа таких городов, как Санкт-Петербург или такого города, как Нижний Новгород, но уже вместе с областью. В будущем на Заполярном будет построен целый комплекс дожимных станций. Это позволит перевести месторождение в стадию так называемой компрессорной добычи, то есть дожать все, что сегодня скрыто в нетрах земли. А запасы здесь еще есть и немалые. Дальше мы будем заниматься только дожимным комплексом. Ну, то есть давление пластовое будет продолжать снижаться, соответственно, дожимные мощности нам придется постоянно увеличиваться. Еще две дожимные компрессорные станции на заполярном месторождении на первой и второй установках комплексной подготовки газа планируется построить и ввести в эксплуатацию уже в ближайшие годы. Между новыми объектами будут десятки километров. Все же площадь заполярного месторождения примерно полторы тысячи квадратных километров, но объединять их будет метод строительства. Сегодня у нас довольно жесткие бюджетные ограничения, довольно быстро меняющаяся экономическая ситуация, которая призывает нас ускорять соответствующие водные мощности. С учетом использования метода проектного управления, мы можем это делать значительно дешевле и быстрее. В «Газпроме» говорят, таким методом будут строить и дальше. На очереди не только объекты на Заполярном. Компания уже приступила к разработке проектов и созданию команд для еще нескольких новых объектов. Один из них – станция по выделению гелия из газа, которая уже в самом ближайшем будущем появится на Чаиндинском нефтегазоконденсатном месторождении, ресурсной базе стратегического газопровода «Сила Сибири». Из России в Китай. Субтитры создавал DimaTorzok